В утро субботы, когда мне хочется спать больше всего на свете, я встаю, потому что мне нужно идти на концерт, но зато красиво очень на улице. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот я и собралась, друзья. Мой макияж не занял, наверное, и 10 минут, то есть это такой, знаете, стандартный французский макияж, я бы сказала, с акцентом на губы. Я накрасила глаза, как француженки красят их, как их красить конкретно, очень детально я объясняла в видео своем, где-нибудь ссылку здесь оставлю. В общем, знаете, с таким макияжем можно без раздумия делать акцент на губы, как я люблю делать, то есть не будет создаваться ощущение перегруженности за счет того, что у вас очень натуральный взгляд, натуральные ресницы. Нет никакого эффекта кукольных накладных ресниц. Но мне сейчас нужно бежать на концерт. Единственное, наверное, я вам покажу все свои бутыльки, которые я использовала, потому что у меня в косметических средствах есть некоторые нововведения. Наверное, я начну с тональной базы, которая очень важна вообще в моем ежедневном макияже. Вообще, я вам рассказывала, что раньше у меня был тональный крем от Chanel, Chanel Ultra. Он очень плотный, матовый, то есть никакого блеска вы не увидите на своем лице. Единственное, что я не могла им краситься, потому что он слишком плотный, я не могла его нормально наносить на кожу. То есть он как будто скатывался, даже несмотря на то, что я перед нанесением тонального крема, естественно, накладывала основу под макияж, использовала увлажняющий крем, но ощущение сухости кожи оставалось, и я им практически перестала пользоваться. Вот недавно у меня закончился мой бюджетный крем от Everline, и я пошла в Сефору, попросила посоветовать мне тональный крем. Очень легкий, очень жидкий, чтобы он не перекрывал кожу уж совсем, как вот этот тут тональный крем. И мне посоветовали такой вот крем из серии Beige от Chanel. Цвет у него medium light, то есть это не самый светлый цвет. Я когда только нанесла вот этот тональный крем, знаете, ощущение было того, что он такой жирный прям вообще. То есть был большой плюс, что на коже его не было видно, то есть ощущение было, что он полностью сливается с цветом кожи, с текстурой вашей кожи. Но единственное, он оставляет жирный блеск. И сколько бы я пудры из той же серии Beige от Chanel не добавляла, этого жирного блеска у меня не удалось убрать. Тогда я решила смешать эти два крема тональных, потому что у них одинаковый практически цвет. Единственное, что вот этот тональный крем идет в номере 20, и он просто Beige. Когда их смешиваешь, получается идеальная текстура, именно то, что мне надо было. То есть крем достаточно легкий, его очень легко наносить, он смешивается с кожей, скрывает поры. При этом в конце дня не будет такого, что у вас образуются какие-то, знаете, шероховатости на коже. Вообще не ощущаешь тонального крема. И в принципе я осталась довольна тем, что я придумала. Очень классная вещь, не могу ее не отметить. Это кисточка от Chanel тоже. Скажу вам по секрету или не по секрету, я просто до этого пользовалась кисточкой с Алиэкспресса, которая у меня, наверное, была год, и это был полный кошмар. То есть я не могла заставить себя нормальную кисть купить. Я думала, вот, ладно, еще чуть-чуть попользуюсь этой кистью от Алиэкспресса. Но я, знаете, даже честно, эту кисть с Алиэкспресса мыла, ухаживала за ней, но она оставляла какие-то кошмарные разводы. Тональным кремом невозможно было быстро накраситься. Для этого у меня уходило, наверное, минут 10, просто для того, чтобы нормально распределить тональный крем. И вот, наконец-то я собралась, уже сказала себе, давай купить нормальную кисть в кои-то веки, чтобы она тебе служила верой и правдой. Ты экономила твое время, и вот мне посоветовали такую классную кисть от Шанель. Она стоила, по-моему, около 30 евро, но эта вещь просто полностью себя окупает, потому что она настолько удобная, у нее очень приятная щетина. Она буквально за 3 минуты распределяет тональное средство по коже очень ровно, не оставляя вообще никаких разводов. То есть теперь у меня мое ежедневное нанесение тонального средства вообще просто сократилось в разы. Вот, за кистью, естественно, нужно ухаживать, не забывайте ее промывать каждый раз. У нее еще есть такой вот очень-очень удобный чехол, который защищает ее от пыли. Дальше из покупок от Шанель у меня пудровая помада жидкая в цвете 978. Вообще я долго колебалась, чтобы купить именно вот в таком формате помаду. Раньше у меня от Шанель была помада вот такая, жидкая, матовая в цвете Serenity. Этот цвет 168. Знаете, у него был очень натуральный эффект, то есть он чуть-чуть блестел, но когда продукт впитывался, было ощущение вообще того, что у вас как будто не накрашенные губы, при этом цвет очень красивый, очень натуральный. Помада у меня почти заканчивается. И знаете, вот на скидках в черную пятницу, хотя чего это черная пятница, в Sephora все равно не было скидок на Шанель, ну да ладно. В общем, я купила вот такую вот помаду пудровую, то есть у нее вообще невесомая текстура. Когда красите на первый слой, ощущение, что помады как будто и нет. Она вот настолько растворяется на губах, что вообще думаешь, как интересно. Она увлажняет губы, несмотря на тот факт, что она матовая. То есть это прямо находка. Цвет мне очень подходит, знаете, это прямо из той гаммы цветов, которую я наношу каждый день, которая ни в коем случае не вызывающая, не вульгарная, никакая не красная и не розовая. Вот прям натуральный цвет. Визуально увеличивает губы. И вот с этой помадой, даже с пудровой помадой, я не пользуюсь сейчас никаким карандашом. У нее очень хороший контур. На этом, наверное, мои покупки от Chanel закончились. Скажу, что сейчас из туши я пользуюсь вот такой вот классической тушью от Guerlain. Она очень вкусно пахнет. Единственное, что продукта на кисточке прямо очень много. И чтобы не оставлять комочков, потому что у меня макияж, естественно, и все дела, приходится ее перед нанесением очень хорошо счищать. Вот, мне кажется, я закончила и заболталась уже совсем. Сейчас мне нужно будет брать свою сумку и бежать на концерт. Так что увидимся уже, наверное, в концертном зале. Пробраться на эту музыкальную сену настоящая головоломка, потому что здесь такой район, что просто какие-то катакомбы. И приходится хорошо смотреть на карту. Видите вот этот вот кусочек, который торчит? Вот это вот музыкальное сено, мой главный ориентир, как нужно до туда добраться. Вообще, я этот район не особо люблю. Это Булонь-Бианкух. Это просто какая-то жесть идти. Не знаю, куда. Карта говорит, что вроде как я иду туда. Но просто тут каждый сезон разворачивается стройка. Припарковаться на машинах вообще никак нельзя. Я не представляю, как зрители ходят сюда. В итоге я зашла не туда, потому что в той стороне только дорога для машин. Для пешеходов ничего нет. Скорее всего, меня позадавили. И я иду обратно. Счастливая от того, что я вышла заранее. Вот. Интересно, куда же мне теперь идти, чтобы на эту сену попасть. Может, по этой лестнице стоит подняться. Я вышла на верную дорогу. Здесь ходят люди. И, кажется, даже закончилась стройка. КОНЕЦ АНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я уже в прошлом видео, которое вышло, наверное, чуть меньше года назад Рассказывала историю вообще всего этого здания Насколько оно гигантское Оно стоит на сене Вот видите, сено здесь Там плавают всякие лодки Кто-то занимается спортом Нет, сейчас спортом никто не занимается Просто утром, когда я шла, я видела байдарочников Как вы могли заметить, тут идет стройка Почему утром у меня были проблемы, чтобы найти нормальную дорогу? В этот раз мы приехали сюда к 11 часам То есть у меня дорога заняла полтора часа по парижским меркам Это просто я в другое государство могла уехать за такое время Но, тем не менее, нужно было доехать до сюда Вот, я вышла очень заранее Не прогадала В общем, сейчас идет генеральная репетиция Хор, оркестр Все репетируют Поправляются какие-то ошибки Достаточно большой эффектив И в этот раз музыка Генделя То есть концерт отожидавался Я его сниму Надеюсь, ничего не помешает мне это сделать Вот, и, конечно, сейчас на генеральной репетиции Убираются все неточности в произношении в английском И еще особенность сегодняшнего концерта состоит в том Что он именно инструментальный То есть обычно мы такие грандиозные концерты даем с постановкой То есть это называется la mise en scène Когда используются аксессуары Очень много декораций Какие-то тексты дополнительные Это же, конечно, с точки организации это очень сложно В этот же раз будет только музыка И это куда легче В этот раз мне не нужно было получать никакие книги Никакие брошюры То есть с точки зрения организации это куда проще Это называются концерты Concerts en distribution Концерты на стороне, можно сказать Еще просто, знаете, повсюду хожу со своей шубой Потому что мне настолько холодно На самом деле вот в этих вот коридорах Коридоры вот так вот огибают как бы весь зал Вот в них действительно холодно А, еще думаю, что у меня на шее болтаются Посмотрите, какие бейджики нам выдали Они дают вход, проход вообще ко всем помещениям музыкальной сены Конечно же, у меня с собой неизменна вода Я ее пью просто в каких-то нереальных количествах И сегодня я просто оделась очень просто Свои сапоги на низком каблуке Уютный свитер Обычные базовые штаны И у меня сегодня безумно вкусные духи Духи от Кошарель Я их просто вчера купила И нисколько не пожалела, что сегодня я их с собой взяла Потому что они такие сладкие И как-то очень здорово поднимают настроение Особенно в такой пусмурный день, хотела сказать В пасмурный день Потому что, ну просто я сейчас смотрю туда Очень красивый вид, но настолько пасмурно Вот А, я не замечала воду Смотрите, вода есть даже на крыше По-моему, это очень мило В общем, на самом деле очень интересное здание Оно тоже с кучей-кучей лабиринтов Потому что все, абсолютно все ложи Все раздевалки, все какие-то дополнительные Кабинеты, залы маленькие Они все в сером цвете Все коридоры одинаковые И ты просто когда ходишь, у тебя ощущение, что ничего не меняется Поэтому вот, мне сейчас нужно будет найти дорогу Куда мне нужно вернуться И, наверное, я еще немного посижу в зале Всегда так радостно найти кофемашину И сделать себе маленький эспрессо И какая радость, что есть сливки Потому что кофе без сливок пить я совсем не могу Также и кофе без сахара тоже Смотрите на количество сахара Я, как всегда, я Коридоры, музыкальные сены Просто всегда такие серые Пустые, но у нас зато вот в некоторых местах встречается Такая вот красивая роспись на стенах Вот эта ложа была для нас Тут есть маленькая фортепиано Зеркало, чтобы причесываться Ванна с душем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, знаете, такое счастье отдыхать Сегодня у нас понедельник И нам очень здорово, что на работе разрешили отдохнуть в этот день Потому что в субботу мы работали Концерт закончился Прошел он хорошо Сегодня, знаете, даже не слишком долго спала Потому что я загрузила видео И решила устроить себе день шопинга Потому что, как я рассказывала в своем инстаграме На черную пятницу для себя я вообще ничего не нашла Кроме только перфюма нового Помады, которые сейчас на мне И домашний утварь, который вы можете заметить на заднем фоне Это новый диван, кресло, подушки Также появилось новое освещение Большая лампа Лампа еще, которая висит наверху Вообще я жду два своих столика Которые должны прийти на этой неделе И тогда я сделаю прямо большой, обширный ром-тур Которого давно уже не было на канале Сегодня просто расскажу про свою ситуацию с шопингом Вообще Я со стойким желанием сегодня из дома выходила Найти себе очень классные свитера Как вы знаете, я могу находить очень хорошие, качественные И при этом самые недорогие свитера за 5 евро в своих любимых винтажных магазинах Также в секонд-хендах в Париже И, собственно, я за этим сегодня и поехала Представляете, я не нашла вообще ничего То есть никакого качества, никаких свитеров Даже не то, чтобы там у меня какие-то модели не устраивали Или цвет мне не подходил Просто вообще ничего не было в магазинах Такое ощущение, что там либо все скупили в черную пятницу Либо все эти 5-6 магазинов винтажных, куда я заходила Ошиблись сезоном И вместо свитеров просто все на раз выставили какие-то кожаные куртки Какие-то легкие блузки В которых, в принципе, в декабре ходить никто не сможет В общем, я так немного расстроилась Однако я нашла себе классную зимнюю кепку Та-дам! Смотрите, друзья Просто я так довольна этой кепкой Она такая немного плюшевая Представляете, мне вообще никогда в жизни кепки не шли И тут я решила ради интереса Думаю, чего я теряю? Померю эту кепку и понимаю, что она Просто она мне даже не то, что не портит Она мне идет А такого вообще никогда не случалось То есть обычно летом, когда я мерила кепки Они мне вообще не шли Прям портили Не знаю, голова у меня какая-то нестандартная Или что А вот эта кепка Просто я ее померила И поняла, что да Это просто моя мечта на зиму Вот, ее можно носить Как вот так вот более глубоко надев Так и чуть повыше, чтобы было видно лицо Вот, в общем Черная базовая под все подойдет Особенно под мою шубку, как я вам говорила Пишите мне Вам, наверное, очень непривычно видеть меня в кепке Но все-таки Мне она понравилась И тем более за 12 евро я ее купила в килошопе Это тоже такой винтажный магазин Я про него уже рассказывала Килошоп, в котором я ее нашла Находится возле центра Пампиду Но я забрала последнюю модель этой кепки В черном цвете Там оставались какие-то Не очень такого презентабельного Какого-то терракотового цвета Такие же модели Сейчас я вам покажу тапочки, которые я нашла Милейшее мое приобретение сегодня Это вот такие вот тапочки от Oysha Я очень долго искала подобные Знаете, чтобы они были такие уги Обязательно на резиновой подошве Потому что дома очень холодно Это парижская квартира, как вы знаете Вот И я нашла вот такой вот очень уютный, мягкий вариант У них классное качество Потому что меня очень долго отталкивало На самом деле в H&M, в Etam Качество Там было кошмарное качество Свитер этот, кстати, я тоже нашла В своем винтажном магазине Тоже возле Пампиду Свитер стоил 5 евро Цветение мое прекрасное Я покупала его в прошлом году И знаете, я его нашла в такой куче-куче вещей Которая навалена обычно в секонд-хентах В винтажных магазинах И чтобы что-то найти, нужно там рыться Вот Качество у свитера просто ни к чему не придраться Он в идеальном состоянии И знаете, мне кажется, с этими вот домашними угами Смотрится очень мило Самое главное, тепло Помимо винтажных магазинов и секонд-хента Я заходила сегодня еще и в кучу масс-маркетов Типа Zara, Mango, H&M и тому подобное И я была согласна потратить уже достаточно большую сумму за свитер из масс-маркета 150 евро 120, если бы он был действительно хорошего качества Потому что иногда в масс-маркетах можно найти неплохой мохер, кашемир Но при этом он будет стоить соответствующе Я в этот раз вообще тоже ничего не нашла То есть я мерила какие-то свитера, которые просто... Они оставались на мне практически, когда я их снимала То есть они все вылазили, на них все липло Был какой-то непонятный цвет и фасон И вообще я не представляю, что случилось Либо с дизайнерами абсолютно всех масс-маркетов Либо, правда, в Черную пятницу все раскупили Но я вот настолько разочарования, наверное, давно не испытывала от шопинга Но, наверное, тем лучше, потому что я все-таки не тратила Ничего я не потратила Ни на какое барахло я не повелась То есть я не стала покупать себе вещи, знаете Лишь бы аж бы купить, чтобы шопинг не прошел впустую Ну, если не считать, конечно, мои кепки и замечательных тапочек Но все-таки это действительно нужные вещи Кроме, наверное, кепки Это такой аксессуар, который, ну, будем честными, это аксессуар Но, тем не менее, вот я на нее решилась Потому что кепка это была моя давняя мечта Зато после того, как я уже такая, знаете, опустошенная этим шопингом Шла домой, думала я А почему, собственно, я не могу привести в порядок Какие-то свои свитера, которые у меня есть Свои, типа, старые свитера Которые гораздо лучше, чем то, что представлено сейчас в магазинах То есть их нужно просто привести в порядок Банально постирать, убрать пару катышков И все, и это будет замечательный вариант, собственно С такой, знаете, новой осознанностью я приехала Такая мотивированная, замотивированная, вдохновленная Залезла в свой шкаф Достала эти самые свитера Которые у меня, верой и правдой, служили не один год Послужат и еще И, собственно, сейчас у меня стирается машинка на заднем фоне Как вы слышите Естественно, в ней стирается то, что в ней можно стирать Вещи, которые стираются на руках, я уже замочила Вот, добавлю сейчас кондиционер, всякие штучки И вот, будут у меня новые старые свитера И никаких затрат Гардероб ничем не забрахлен В общем, все довольны И, наверное, все, что делается, оно не зря И такой шоппинг тоже нужен Чтобы заново пересмотреть свои вещи В общем, я пойду тестировать и приводить свои вещи в порядок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!